ну и здравствуйте ну и снова мы с вами сегодняшняя тема помидоры и я очень рада приветствовать всех наших садоводов и огородников и фермеров и очень рада приветствовать подписавшихся на ю тюбе на мой канал голова садовая тетя таня хочется посмотреть смотрите хоть 10 раз если у вас такая возможность есть томаты вниз головой это конечно игрушки сами понимаете но игрушка получилась очень даже неплохая посмотрите сколько томатиков здесь образовалась ну да листики что-то там побаливают вы знаете что я хотела сказать надо не забывать про то что это ограниченное количество почвы нагреваемая солнцем целый день здесь пекло просто и поливать надо ежедневно утром и вечером потому что когда я сунул туда руку я поняла почему они пожелтели и повисли а уж что на них вот эти вот ожог солнечный однозначно и даже не помогла вода в большом количестве потому что они просто высохли так что как украшение это старый замок и мы посмотрите сколько помидор ну а я буду ждать пока они покраснеют мне очень интересно посмотреть как это красиво будет выглядеть посмотрите какое большое количество завязалось помидор вот посмотрите на эту кисть сколько цветов еще вот с этой стороны вот просто невероятно много посмотрите какие полноценные кисти хотя эти томаты были политы два раза со времени посадки сейчас начинается август а высадили мы их в начале июня помидоры чувствуют себя прекрасно не ничего такого с ними не происходит есть немного желтеющие листья но это те которые находятся у земли а при таком количестве дождя еще и града это неудивительно тем более что делянка здесь была под картошкой то есть это одна и та же группа посленовые и конечно нахватать болезней можно просто немыслимое количество ну вот такие листики конечно нужно удалять желательно бы рекомендую все-таки соблюдать правила и высеивать раньше чем это делает запад нашей россии даже мариша вот тоже посмотрите сколько плодов на помидорах вот не буду обрывать листья лишние особенно нижние потому что все таки томаты лежат на этих листьях не касаясь почвы а это очень важно потому что когда плод упавшие даже ронетка упала на траву она начинает как будто прорастать через землю чтобы этого не происходило лишняя прополка нужна если вы видите что растение сурное она готовится сбросить семена тогда да конечно а листья пока оставьте если это грунт подкормка была сделана нашим дачным коктейлем замечательным самого начала сезона сделали профилактический коктейль где 9 литров воды 1 литр обезжиренного молока и 3-4 капли йода и каждые 10 дней опрыскивали тогда проблему вас с помидорами огурцами и прочими растениями пионами там и цветами не будет листья не будут в пятнах видите это не фитофтор это просто больной листик он лежал на земле видите практически в земле потому он пожелтел потому что все-таки соседство землей не дает ничего хорошего надо чтобы там все проветривалось он сопрел слегка фитофтора придет последнее когда будет холодно и когда будет много влаги сейчас тепло и ночью до 20 градусов доходит температура поэтому это скорее всего фузыриоз так как здесь рос картофель и а картофель фузыриозом богат ой хватит на десять поколений и внося при посадке в лунку залу перегной еще и соду еще и удобрения вы чё делаете в эту бомбу ядерную готовите для помидор что ли зачем им надо скудную землю они тогда помидор много дадут они листьев вот таких вот особенно в теплице прекратите это делать как подготовить землю в теплице и почву для того чтобы потом сеять рассаду я вам расскажу но попозже это будет осенние сюжеты а пока ваша задача беречь растение от возможных заболеваний ну я думаю что вы меня услышали и еще хочу сказать что собирая томаты не надо вот отрывать томатик 1 2 3 оставить нет берете ножницы секатор и убираете сразу всю кисть вот так у основания подрезали кисть ничего больше не нальется вот какие они есть такие они уже и будут